Привет, друзья! Недавно я на своём канале, благодаря одному хорошему человеку, за что ему огромное спасибо, нашёл вкладочку «Сообщество». Там, выходит, можно общаться с вами, с моими подписчиками. Я написал коряво несколько постов, спросил вас, стоит ли снимать видео про поговорить на этой неделе. Вы сказали, большинство из вас сказало, конечно же, Дивон, снимай! Ну и вот, снимаю. Так что сейчас поотвечаю на ваши вопросы и покажу, чего интересного делал. А вы там уже скажете, интересен вам такой формат ролика или нет. Некоторые вас спрашивали, Димон, какую камеру лучше выбрать, бюджетную, так сказать, или как ты выбирал? Я выбирал, друзья, две камеры у меня было, одна Samsung и вторая Panasonic, обе BU. Покупал на обычных площадках интернета, и у нас это OLX. Как выбирал, в чём суть, слушайте. Вот если продают видеокамеру, да, пишут, почти все пишут, подарены на день рождения, на свайбу, не использовали, всё такое решили продать за ненадобностью. И тут же к камере идёт два или три аккумулятора. То есть это уже враньё, потому что человек, который бы много не снимал, правильно, он бы не покупал два или три аккумулятора. Эта видеокамера использовалась по полной, такую лучше не брать. Лучше брать ту, в которой идёт в комплекте там сумочка, обязательно коробка, все документы, все провода. Вот если человек хранил коробку, провода и всё это, значит он относился к видеокамере бережно. Такая будет работать долго. У меня обе проработали долго, одна так и отдал рабочую, ну а вторая, увы, сломалась через два года. Но в моих условиях, пыль и всё такое, они долго не живут. Будем надеяться, что это проживёт дольше. Вот как-то так. О, это помидоры. Вот чем хорошо в деревне. Всё своё. Работать, конечно, надо, но всё своё. О, помидорка, смотрите какой. Ещё где-то есть розовые. А вон утки. Утки голубые. В смысле не по ориентации, а порода такая. Когда-нибудь мы с вами её зажарим, снимем видео. О, вон, розовый помидор, видите? Розовый. Вот сливка. Ай. Блин. Положу. Скажу не я. Собаки какие-то. А то жена драться будет. Некоторые из вас спрашивали. Димон, а ты куришь? Нет, не курю. Не знаю, почему-то не сложилось. Конечно же, в детстве пробовал, там знаете, соломинку там забить чем-то и всё такое. Ну, не знаю, не курю. Это, так сказать, моя точка зрения. Я не пойму, как за свои деньги можно гробить своё же здоровье. А в свете последних событий, когда сигареты так подорожались, стремительно. Ну, не знаю, или я мало зарабатываю, или я, может быть, жадный. Не курю. Не понимаю, зачем это и вообще. Никого не осуждаю, никого не учу, но я не курю. Как я начал копать? Да я уже рассказывал, кажется, да? Всё банально. Когда-то брат Андрюха показал мне видео Дмитрия Мусихина. Я посмотрел, интересно, он там ходил. О-о-о, ребята, Коля чемпион. Коля мне очень понравился, весёлый парень такой. Типаж у него обычный, простой мужик. Вот я загорелся этой идеей, но где купить металлоискатель я у нас не знал. Походил, посмотрел, почитал. До этого я увлекался рыбалкой, но у нас всё пересохло. А там, где осталась вода, там все эти водоёмы, сильные мира сего, повыкупали. И только теперь за денежки. И вот я начал искать прибор, нашёл его в интернете, купил Аську 250, её рассказывал. Походил чуток, ничего не нашёл за неделю. Купил Нал Торнадо, проходил месяц, опять ничего не нашёл. Потому что я же искал не по картам, а так вышел, там где корову когда-то огоняли. Там где, ну я думал, там поля, просто в поле. Консервные банки, всё такое. То есть ничего не нашёл, думал уже выбросить прибор. Потом всё-таки, всё-таки купил навигатор со старыми картами и пошёл, нашёл первую свою монетку. Это была деньга 1750 года, Елизавета. Затёртая до дыр, но радости было. Полные штаны. Я до сих пор её храню, вот эту первую монетку. Конечно же, зашёл в интернет, посмотрел, знаете, как все остальные, там, сколько она стоит, там, каталожные номера, там, в долларах всё, вау-вау-вау. Ну реально, монеты стоят намного дешевле. Вот я в своих видео показываю цены, некоторые из вас говорят, что ты врёшь, вон в каталоге она стоит там 30 долларов, а ты говоришь там, меньше доллара. Друзья, тех цен, которые в каталогах вам никто никогда не даст, потому что там цены, я уже говорил, на некопанные монеты. А те, что из земли, они такого не стоят. Если вы сомневаетесь, попробуйте продать свою деньгу или полушку, или совет 50-го года за те деньги, которые написаны в каталоге. Я на своём канале своим подписчикам никогда не вру, говорю как есть. О, привет, лютый зверючащий, тут недалеко метров 300-400 тащить, почему не машиной, чтобы жирок погонять. Ещё хотел спросить, вот я в своих видео, где я копаю, я показываю, стараюсь показать сигнал. Неважно на каком приборе, на тёрке или на венике, то есть я показываю сигнал, да, пим-пим-пим-пим, несколько раз, потом начинаю копать. Вот это вы меня так просили, чтобы показывал число ВДИ и то, как копаешь монеты. Не всегда это получается, но стараюсь. Некоторые люди мне написали в последнее время, не надо показывать число ВДИ, это долго, ты слишком долго машешь. Зачем? Вот выкопай и покажи монетку. Вот я хотел спросить, это важно, вот как вам интереснее, когда показываешь сигнал и начинаешь копать, или просто, оу, монитосина, оу, я нашёл, оу, монитосина, мне кажется, так неинтереснее. Это, это, хе-хе, ну всегда кажется, что человек просто пришёл, вот скажу, что думаю, да, с карманом монет, и показывает, вот я нашёл, вот я нашёл, никого не хочу обидеть, но мне такой коп неинтересен, я такое не смотрю. Я смотрю, когда человек там несколько раз провёл, да, показал, там начал копать, ну сигнал для меня важен, вот сигнал, как звучит прибор, не важно какой прибор, пускай у меня такого и нету, но мне это интересно. А вам, вот как именно подавать здесь материал? Ответьте, пожалуйста. О, мои арбузы. Часть сгорела, а часть нормально. Сейчас вот это вот сено соберём, потащим домой. О, такая у меня тачка. А чё, нормально. Бу-бух. Чё-то я после дровишек-то чуток устал. Говорят, то 6 кубов, но я сильно сомневаюсь, походу кубов 5. Акация сейчас забросаем в гордом одиночестве. Потом ещё надо поколоть, сложить. Ну вот как-то так, веселухи на сегодня обеспечено. Ну что, приступим? Ну что, мы с вами это сделали. Фух, круче нас только вареные яйца. Вот видите, там где нет сорняков, погорело всё. А там где есть сорняки, вот такие вот арбузяки лежат у меня. Смотрите, один. Вот второй красотень. Да, друзья, я помню, я в прошлом видео спрашивал вас про девчонок. Оставить или нет? Большинство сказало девчонкам быть на канале. Так что для нелюбителей девчонок, увы, девчонки останутся. Да, те, кто сейчас скажет, какие девчонки, где девчонки, ну вы потеряли пол жизни. У меня на канале, в тех роликах, где не я копаю, а в остальных в конце есть красивые девчонки. Ну, красоты-то много не бывает, правда? Да, друзья, к слову про красивых девчонок, ведь красоты много-то не бывает, да? Хотите познакомить настоящего, такого красавица, веселой, коммуникабельной девушкой зовут Лана? Какая-то Африка. Канал у неё есть, на ютубе называется Женский ком. Да многие, наверное, видели, это она одна из первых протестировала 600-й Эквенокс, да? Веник 600-й. Она копает днём, ночью. Ну, надеюсь, видно всё моё обмонтирование. Вот я собралась, круги на известных местах, потому что купалась, не успела высохнуть. На суше, под водой, да где угодно. Хорошая видеосъёмка, хороший монтаж. Я смотрю, ну, если думаете, что я, как всегда, вру, а я никогда вам не вру, можете зайти и посмотреть одним глазком, стоит оно того или нет. Поверьте мне, вы не пожалеете. Ещё меня улыбают, так сказать, те люди, которые присылают на почту, например, монетку. Прислали, например, возьмём, 2 копейки 24-го года. Димон, сколько стоит? И монетка где-то там, вдали, там трудно разобрать кружок, ещё и с одной стороны. Сколько стоит, не знаю, друзья. Вы видите, что вы фотографируете? Монета должна быть фотографией макро. Если это какая-нибудь интересная монета, а банальные обычные монеты, не поленитесь, наберите в интернете. Просто. Если уже не нашли, присылайте мне. Только фотографии должны быть в качестве макро с обеих сторон. Потому что оценивается это две стороны, не одна. Вы же продаёте монетку с обеих сторон, правильно? А вы говорите, в селе плохо. Некоторые люди мне пишут, чего ты, Димон, бросай всё, езжай в город. Да вы что, я же в городе жиром заплыву. А так я буханку хлеба сожрал, банку молока выпил. 5 килограмм сразу прицепилось. Потом пошёл, поработал и всё. 5 килограмм и 100 грамм растаяло. Вот так вот и живём. Ну вы помните, да? Женский коп зовут Лана. Девушка красавица. Не забудьте перейти по ссылке под видео и посмотрите. Хоп. А вот соседи живут. Любители зелёного змея. Видите, какая природа, а? Туалет прям в природу врос. Это ещё то, что домик сдавали. Они так и жили. Ну сейчас где-то по Колымам. Такая пора там покосить, там порубить. А вот картоха пойдёт. Это у них золотая пора. Чуть не забыл. Хотел приведать привет Лёхе Блохину из Орловска. Сына у него зовут Дмитрий. Респект вам и уважуха. Я недавно в сообществе делал опрос. Показывал монетку, которую я недавно нашёл. Точнее не я, Андрюха. Мы вместе ездили. Она так застряла в комке. И просил вас угадать, чего оно такое. Много людей написало разных вариантов. Кому интересно, то была деньга. Какая деньга? Пустая останется маленьким секретом. В каком состоянии? Тоже. Это видео обязательно будет. Когда не знаю. Ещё не монтировал. Потому что никак не очищу. Но это было точно деньга. Ну что, все погрузились? Поехали. А чё? Нормально. Вот сосед. Выпивает, запивает. А Петросян. Таскаю вот так вот прицеп. Здесь метров 250-300. Большая горка. А он сидит и ржёт. Говорит, Димон, ты чё не знал? Его автомобилем таскают. Ну что за люди, а? Главное, с места сдвинуть. Так что, друзья, если у вас есть какие-то вопросы, замечания, пожелания, пишите мне на почту или в ВК. Если есть какой-то вопрос, просто по делу, или по моей жизни, или по прибору, вы пишите. Я их буду записывать на листик. А потом вот таких видео буду отвечать. Так сказать, у нас стрим офлайн. Это придумал тоже название один из моих подписчиков. За что вам огромное спасибо. У меня же на канале всё просто. Вы говорите, я делаю. Делать же можно правильно и неправильно. Можно же включить, конечно, я самый лучший, я тра-та-та, я знаю, как делать. А можно просто спросить людей. Даже если брать со стороны, да, зачем думать? Можно, чтобы люди за тебя подумали, сказали, как им лучше заговаривать, и сделать, чтобы всем нравилось. Я ведь канал делаю для вас, а не для себя. Для себя я бы хотел ничего не делать, лежать до горы пузом. У меня есть чем лежать. Но при этом, чтобы были кубики на прессе, и чтобы там пальмы, мулатки, и жёлтый песок. Ну, а потом, конечно, я всё время просыпаюсь. Вот такой вот небольшой для сена. Сам построил. Из того, что было, я его слепила. А потом, что было, то и полюбила. Сейчас откроем. Да, я снял чуток видео о том, что я делал. Я не знаю, будет вам это интересно или нет. Может, где-то там чуток ветер, потому что я ещё такие видео не умею снимать. Но вы говорите. Если не интересно, будем удалять. Если интересно, будем снимать дальше. Потому что я не знаю, как это пойдёт. Да, в сообществе я буду задавать разные вопросы. Потому что я же не знаю, как кому написать. Да, я буду делать какой-нибудь опрос. Как вы считаете, делать, не делать. И вы, если по возможности у вас не затруднит, отвечайте. Тогда, я так понимаю, контент будет лучше. Потому что вы будете участвовать, так сказать, в подборе тем для видео. Да, и основного контента. Чего тут лукавить. Вот когда-то был вот такой вот синник. по-нашему, по-русски не знаю. Туда влазит несколько ПТС, чтобы корове хватило. А потом я его разобрал, сломал. И построил вот такой вот маленький. Кому надо, что я это рассказываю? Ну, не знаю. Вы просили. Я снимаю. Если это всё не надо, если всё это трёп, пишите. Не буду я такого снимать. Ну, а если интересно, тоже пишите. Будем снимать. Всё. Всё. Продолжение следует...